Для того, чтобы закрасить рекламу магазинов с наркотиками, иногда волонтерам приходится работать даже такими методами. Несмотря на неудобства и плохую погоду, молодые люди вновь вышли на улицы. В этот раз их целью стал железнодорожный район. Здесь, по словам борцов с нелегальными граффити, надписи можно встретить чаще всего. Организация работает уже более пяти лет, и за это время они избавили город от нескольких сотен уличных ссылок на сайты и боты в мессенджере Телеграм. Это, говорят волонтеры, должно оградить жителей района от интереса к запрещенным веществам. Это очень важно, и надписей становится много, но они нехорошие, их надо закрашивать и помогать, чтобы люди на это не подписывались. Люди, они думают, что это все быстро, ничего там страшного нет, но потом они тоже очень разочаровываются, и деньги там у кого-то снимают, кто-то наркоманить начинает. И это очень плохо. За первое полугодие 2021-го в Крае зарегистрировано полторы тысячи наркопреступлений. Только в одной из лабораторий было изъято более 145 килограммов запрещенных веществ. А по прошлогодней статистике на учете стоит более 4,5 тысяч страдающих наркоманий. И это только официальные данные. По уровню распространенности болезни регион занимает пятое место в Сибири. Сколько из этих людей перешли по ссылке на стене и попали в зависимость, остается только гадать. У нас есть сотрудничество с МВД, и если видят каких-то подозрительных людей, граждане могут обратиться. У нас есть вконтакте группа «Атайский край, чтобы наркотик», где жители могут подать заявку. Допустим, что на моем живом доме есть надписи «Я видел подозрительного молодого человека» и так далее. То есть они вот наводки дают. Мы связываемся с МВД, передаем им наводки. После этого, говорят волонтеры, к работе должны подключаться сотрудники полиции. Однако поймать уличных наркохудожников практически невозможно. Они работают ночью, а самое строгое наказание, которое им грозит – штраф. Именно поэтому общественники продолжают борьбу с граффити и ждут ужесточения законов. Артем Гусельников, Алексей Фризин. День с толком.